Добрый день, дорогие зрители! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций про холестерин. И сегодняшнее видео будет посвящено анализу липидный профиль. Очень много комментариев, вопросов вы задаете. Когда же его назначать? Какие параметры в него входят? Для чего он нужен? Кому он показан, собственно, и вообще для чего все это нужно? Перед тем, как посмотреть это видео, я бы рекомендовал все-таки предыдущее видео все равно вам посмотреть, чтобы ознакомиться с общим понятием, которое относится к холестерину, и плавно переходить уже к анализу липидный профиль. Что же это такое? Итак, липидный профиль – это расширенный анализ, который включает в себя несколько основных параметров. А точнее, это общий холестерин, это триглицериды, это липопротеиды высокой плотности и липопротеиды низкой плотности. Также сюда входит так называемый индекс аторогенности, который в перспективе по определенной формуле рассчитывается и выводится определенное значение. Мы чуть позже об этом с вами поговорим. На самом деле, существует еще более широкий анализ, но вот базовый липидный профиль, в принципе, я думаю, что он для большинства людей, в принципе, достаточным, включает в себя основных четыре параметра – это общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности и липопротеиды низкой плотности. Для чего же нужно сдавать именно этот липидный профиль? Липидный профиль – это все-таки расширенный анализ. Я думаю, что просто так, с бухта-барахта, как говорится, если вас ничего не беспокоит, нет у вас никаких проблем, просто так сдавать этот анализ, конечно, не имеет никакого смысла, просто зря деньги потратите. В каких же случаях 100% нужно сдавать липидный профиль? Если у вас есть уже установленное сердечно-сосудистое заболевание, например, перенесенный инфаркт, инсульт, заболевание при периферических артерий, любые проявления атеросклероза, гипертоническая болезнь, то есть, если вот эти заболевания есть, то 100% конечно липидный профиль надо сдавать. Также неплохо было бы сдать, конечно, курильщикам, пациентам с отягощенной наследственностью, если у кого-то, у родственников были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это пациенты с ожирением, то есть, я не говорю сейчас про избыточную массу тела, именно если у пациента уже установлено ожирение по индексу массы тела, я думаю, что вы спокойно можете этот параметр рассчитать. Так вот, пациентам с ожирением, конечно, им неплохо было бы сдать липидный профиль. Ну и в целом, мужчинам после 40 лет, женщинам после 50 лет, я бы всё-таки рекомендовал хотя бы один раз, наверное, в год, может быть, один раз в два года, всё-таки этот анализ смотреть. Теперь, что же такое индекс атерогенности? Индекс атерогенности, он, собственно, рассчитывается из тех параметров, которые вам обследовали. А рассчитывается он достаточно просто. То есть, общий холестерин, из него вотчитаются липопротеиды высокой плотности и делятся на липопротеиды высокой плотности. В норме индекса атерогенности он где-то от 3 до 3,5 примерно. Если уже приближается показатель к 4, то, соответственно, это говорит о том, что, скорее всего, у вас зашкаливает плохой холестерин, и у вас возрастает риск атеросклероза. Это не говорит о том, что у вас все сосуды забиты бляшками атеросклеротическими. Это лишь говорит о том, что необходимо задуматься и провести какое-то дальнейшее обследование. Вообще, нужно, конечно, очень чётко понимать, если у вас, например, вы сдали анализ крови, липидный профиль, и у вас все показатели в норме, это не говорит о том, что у вас нет атеросклероза, что у вас нет холестериновых бляшек. И есть другой момент. Если, например, у вас зашкаливает плохой холестерин, общий холестерин, то есть весь липидный профиль, мягко говоря, не очень хороший, это тоже не говорит о том, что у вас сосуды все будут забиты. Очень часто бывает, что пациенты с высоким холестерином, но у них чистейшие сосуды. И наоборот, у пациентов, у которых нормальный уровень холестерина, у них все сосуды забиты атеросклеротическими бляшками. Поэтому здесь нужно учитывать очень много факторов, и нельзя самостоятельно интерпретировать и анализировать этот анализ. И тем более назначать себе какое-то лечение, основываясь только на этом анализе. Также нужно понимать, что общий холестерин, понятно, это уровень холестерина, который циркулирует в крови, липопротеиды высокой плотности, то есть ЛПВП, который называется, это так называемый хороший холестерин. Он, то есть, из крови забирает свободный холестерин, который циркулирует, и доставляет его в печень для того, чтобы организм его уже в своих целях использовал. Липопротеиды низкой плотности, или как называется, ЛПНП, это так называемый плохой холестерин. Непосредственно откладывается на стенках наших сосудов и приводит к развитию атеросклеротических бляшек, вот этих холестериновых бляшек, которые могут в перспективе приводить к инфарктам и инсультам. Также хотелось бы упомянуть о том, что пациенты с сахарным диабетом, которые страдают с сахарным диабетом, неважно, первого или второго типа, тоже в обязательном порядке должны сдавать липидный профиль. Хотя бы раз в год этот анализ, конечно, нужно проверять. Вот такой небольшой краткий обзор по липидному профилю у нас получился. Я думаю, что более-менее сейчас становится понятно, что же такое холестерин, что такое липидный профиль, для чего его нужно сдавать. В любом случае вопросы у вас будут возникать, поэтому вы в комментариях их обязательно оставляйте. Мы постараемся на них обязательно ответить. Еще раз повторюсь, что самостоятельно не нужно принимать решение о назначении того или иного препарата, если у вас какие-то изменения есть в липидном профиле. Для чего он нужен? Если вы все-таки сдали анализ и у вас есть какие-то изменения, лучше покажите этот анализ кардиологу для того, чтобы он смог провести какой-то анализ. Мне многие пишут, что у нас в городе нет кардиолога, значит, нет терапевта, не можем попасть и так далее. То есть, действительно, причин может быть много, поэтому, раз вы это видео уже посмотрели и все-таки оставили комментарий, значит, у вас интернет есть. Сейчас очень много различных онлайн-консультаций. То есть, элементарно можно даже начать с онлайн-консультаций, для того, чтобы какое-то все равно базовое понимание у вас было. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо вам за просмотр. Всего хорошего. Не болейте.